Всем привет! Сегодня с вами Ривисов Иван и в сегодняшнем видео будем делиться секретами. Ну для кого-то это конечно будет секрет, для кого-то это будет новость, а для бывалых мотористов опытных это скорее всего не будет секретом, но тем не менее в сегодняшнем видео я постараюсь вам рассказать и объяснить как настроить зазоры клапанов, выставить в том случае если у вас отсутствует набор щупов, либо вы по каким-то причинам даже пакетом щупов не можете набрать нужный размер, хотя маловероятно предположить ситуацию, что у вас щупов нет в принципе и вам достать негде, клапана отрегулировать как-то нужно. Я довольно часто спрашиваю как это сделать и чтобы от меня побыстрее отстали, я обычно советую либо взять тетрадный лист и использовать его вместо щупа, либо взять лезвие типа спутник и оно достаточно тонкое и в принципе тоже сойдет вместо щупа, но если вы все-таки хотите настроить более-менее точно, допустим знаете значение которое вам нужно, настроить можно без щупа, сейчас я расскажу как. Предположим у нас есть двигатель на котором необходимо отрегулировать клапана, в данном случае это двигатель 157 QMG, то же самое будет применимо абсолютно на любой технике, будь то трактор, автомобиль и так далее. Суть в чем, ослабляем контрагайку и вот у нас есть регулировочный солдатик. На регулировочном солдатике есть резьба, резьба со строго определенным шагом. В данном случае, в случае с большинством китайских двигателей, на регулировочном солдатике шаг резьбы составляет 0,5 мм. Это в общем-то то, что необходимо знать в тот момент, когда вы будете на своей технике регулировать клапана таким способом. Необходимо знать шаг резьбы регулировочного солдатика. Эта информация нам дает то, что закручивая регулировочный солдатик на один оборот, он будет углубляться на 0,5 мм. То есть мы этим и воспользуемся. Что делаем? Ослабляем контрагайку. У нас вот есть зазор. И закручиваем, еле-еле касаясь регулировочного солдатика, закручиваем его до упора. То есть вот он прям нежно-нежно его пальцами, вот он только уперся, то есть вот он несет пальцы немножко в масле. Вот он стал проскальзывать, как бы все, он больше не закручивается. Зазора сейчас нету, и самое главное, клапан не нажат. Вот, это у нас точка отсчета. Назовем это нитью нулем. Вот у нас есть 0, мы закрутились до какого-то момента, все у нас, зазора нету. И теперь необходимо сделать что? Теперь необходимо иметь математическое и в какой-то степени еще немножко пространственное мышление. Значит, так как у нас шаг резьбы полмиллиметра, это значит, что если мы сейчас возьмем и регулировочный солдатик открутим на один оборот, у нас зазор будет полмиллиметра, но на один оборот нам не надо, нам не нужен зазор полмиллиметра. Для этого двигателю допуск 0,05-1, ну бывает по-разному, бывает 0,05-0,07, но мы поставим где-то посередине. В общем, в допуск мы попадем по-любому. Значит, если один оборот, это, то есть 360 градусов, это полмиллиметра, значит, полоборота это 0,25 миллиметра, значит, 1,4 оборота это 0,125 миллиметра, и значит, 1,8 оборота это 0,0625, то есть 625 десятитысячных, а если округлить, то это, ну, грубо говоря, 0,06 миллиметра, то есть 0,05-0,1, 0,06 мы попадаем в допуск, все нормально. А теперь, значит, 1,8 оборота как определить? В данном случае, что удобно, кончик верхний у регулировочного солдатика квадратный, по нему очень легко ориентироваться. 360 делим на 8, так как нам нужна 1,8 оборота в данном случае, получаем 45 градусов, то есть, вот если мы повернем вот так, это будет 90 градусов, это будет 1,4 оборота, а если мы повернем вот так, то это будет как раз 45 градусов, и это будет 1,8 оборота. И таким образом фиксируем регулировочный солдатик и затягиваем гайку. И вот так, в принципе, можно отрегулировать любой клапан. Вот на двигателях подобного рода, немножко удобнее искать вот этот самый 0. Это двигатель 164FML, и он нижневальный, то есть у него клапана приводятся в действие посредством штанг-толкателей, которые находятся с той стороны цилиндра, они вот так вот расположены, а распределительный вал стоит непосредственно в картере двигателя. В каком именно моменте заключается простота? Когда вы ищете вот этот 0, так называемый, то есть точку отсчета, от которой вы будете откручивать, вам необходимо пальцами вращать штангу-толкатель, как бы она довольно легко крутится, когда есть зазор, и одновременно второй рукой закручивать дублировочный солдатик. И вот как только штанга-толкатель вращаться перестанет, то есть необходимо, ну достаточно нежно, аккуратно прикасаться и к регулировочному солдатику, и к штанге, и аккуратненько их вращать. Как только штанга-толкатель перестанет вращаться, все, солдатик вы отпускаете, это и будет 0. То есть там вот немножко проще. Вот таким довольно-таки легким и непринужденным способом, ну как по мне, можно выставить зазоры клапанов, даже если у вас нет еще памяти. Да, как бы можно с тем же успехом дальше использовать там лезвие типа спутник, листы бумаги, золотинку от шоколадки там или что-нибудь в таком духе, но это все очень условно, то есть все будет зависеть от того, какой толщинный материал попадется именно вам. А тем способом, который я показал несколько ранее, можно настроить клапана без щупов и при этом достаточно точно. На этом на сегодня все. С вами был Виллисов Иван. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как давно я этого не говорю. Всем пока!